По обочине к остановке минут 40. И так туда и обратно. Снег, дождь, слякоть. Обычный поход в магазин для жителей деревни Якуши давно превратился в квест. За продуктами приходится идти несколько километров. Четыре километра до остановки. Но я не хожу. Я инвалид в первую группу. Тем более мне не дойти будет. Сколько таких, кому не дойти у вас? Откуда я знаю сколько. У нас тут все пенсионеры живут. Когда-то Якуши были крошечные деревни, но потом разрослись. Для тех, у кого хата с краю, попасть в центр стало проблемой. Сначала нужно пройти по вот такой грунтовой дороге, потом по трассе. Кстати, мимо жителей постоянно ходит автобус. Только сесть в него невозможно. Остановка здесь не предусмотрена. Здесь никогда не останавливаются. Ну редко, когда какой хороший водитель попадется, он, конечно, остановится. Их штрафуют за их? Да, их штрафуют. Они говорят, что нельзя нам останавливаться. В Якушах сейчас две остановки. На въезде и в центре деревни. Жители просят поставить знак для автобуса еще и на этой дороге, чтобы приблизить окраину к цивилизации. Будет здорово, если над головой тех, кто ожидает автобуса, была бы крыша. Но сейчас, вот пока, да, мы готовы в дорожно-полевых таких условиях посуществовать. Ну просто сделайте нам знак, плиту, и мы будем счастливы. Чтобы не шагать до центра, жители проделали большой путь и дошли до главного управления строительства. Оказалось, власти и так планируют поставить в Якушах остановочные комплексы. Даже не один, а целых два. Только совсем в других местах. После окончания разработки этой паркной документации, в 2023 году контрактные сроки, будет рассмотрена возможность для того, чтобы эти автобусные остановки оборудовать. После их строительства расстояние даже от самого удаленного дома, который сейчас есть в Якушах, до ближайшей автобусной остановки, будет составлять менее километра или порядка километра плюс-минус. Но жители Якуши этот вариант не устраивает. Им нужна остановка по требованию. Они намерены писать председателю Госдумы и даже достучаться до президента.